С каждым годом желающих пересечь с общественного транспорта за личный автомобиль становится больше. Такой прирост автомобилистов сопровождается повсеместной загруженностью дорог и заполнением машинами мест, которые не предназначены для парковки. Из-за этого создаются далеко не временные неудобства для жителей города и района. Но если взрослый человек в критической ситуации может быстро среагировать на опасном участке дорожного движения, то ребенок не всегда способен правильно оценить ситуацию и риск получения травмы значительно возрастает. В связи с этим традиционно 3 сентября проводятся по всей Московской области мероприятия, посвященные профилактике детского травматизма на дорогах. Сегодня отделом госавтоинспекции Пушкинского муниципального района совместно с управлением образования администрации Пушкинского муниципального района организован и проведен на данном велогородке единый день детской дорожной безопасности. Детям Подмосковья – безопасность на дорогах. Это мероприятие направлено на то, чтобы еще раз напомнить детям о правилах поведения на дорогах. Особенно это актуально с наступлением осенне-зимнего периода, когда темное время становится преобладающим и крайне важно быть дительным на дорогах города. С начала 2014 года на дорогах Пушкинского муниципального района зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Из них 4 – это дорожно-транспортные происшествия с участием велосипедистов. Косвенно даже в некоторых из них усматривается вина и детей в том числе. Потому что, к сожалению, не все, даже родители, помнят у нас о том, что до 14 лет на проезжую часть на велосипеде ребенку выезжать запрещено. Осознание ценности собственной жизни приходит к человеку не сразу, а постепенно по мере взросления. И как важно суметь донести до юного гражданина всю ответственность, воздолженную на него обществом, даже через элементарные понятия о правилах дорожного движения. Я считаю, что такие проекты очень важны и для города, и для человека в целом, так как они помогают лучше узнать, как правильно себя вести. Мне кажется, без таких проектов я бы не узнала многого, чего знаю так. Теория очень важна, чтобы знать, как конкретно действовать в чрезвычайных ситуациях. Но каким образом можно заинтересовать и уречь ребят в освоении скучных правил и заучивании многочисленных дорожных знаков? Задача не из легких. И организаторы решили сделать из обычного урока безопасности нетрадиционный конкурсный день. Сегодня мы совместно с автошколой города Пушкина провели автопробег по уличной дорожной сети. В этом нам помогли активно юидовцы из школы номер 3. Они молодцы, активно очень в громкоговорящее устройство пропагандировали правила дорожного движения, обращались к пешеходам о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о правилах перехода проезжей части. Юид – это отряд юных инспекторов дорожного движения в строгих формах синего цвета, что так помогает ребятам держаться по-взрослому и подходить к конкурсу серьезно. После торжественного приветствия организаторов праздником начались состязания в разных частях стадиона. Команды поделились для выполнения отдельных заданий, таких как решение кроссвордов и загадок, теоретическая часть ПДД. И как в автошколе у взрослых, ребята сдавали на практике экзамен по вождению на импровизированной улице автогородка. Были те ребята, что показали на своем примере, как не надо вести себя на дорогах. Вопросы, которые взрослого могут затруднение ввести. Допустим, я для себя сегодня открыла, что в переводе с латинского такие слова, как «переношу», «перемещаю» и «перевожу» – это транспорт. Я думаю, что и детям было очень интересно узнать. Отрицательный результат – тоже результат. Но подводя итоги конкурса, можно сказать, что родители многих ребят могут быть спокойны за своих детей. А подтверждение тому – закрепленные правила дорожного движения и молниеносная смекалка юных жителей города. Все машины, надо сначала посмотреть, пока все машины проедут, которые едут быстро. Потом ступить одной ногой, и все машины сразу останавливаются. Потому что сбить человека – это четверо, мы можем сесть. С таким приподнятым настроением прошел очень важный урок жизни. Ребята извлекли пользу, а организаторы попробовали себя в новом качестве и остались довольны своим результатом. Безусловно, необходимо отметить очень высокий уровень организации данного мероприятия. Территория автовела городка, которая соответствует всем требованиям ГОСТов, предъявляемых к автогородкам. Безусловно, что это один из главных аспектов, который делается именно с профилактической целью. И нацелен на то, чтобы в первых числах сентября, то есть тогда, когда дети только вышли в образовательные учреждения, сакцентировать их внимание на правилах дорожного движения, которые являются основой безопасности их жизни. Наверное, многим ребятам хочется, чтобы каждый урок был таким же познавательным и интересным. Но главное – это знать, где кончаются детские уроки и начинаются взрослые. Сегодня школьники смогли не только в Тёне, но и на практике применить знания правил дорожного движения. Надо переходить тоже, по пешеходу он переходит. Вот так, век живи, век учись. Кристина, Кристина, Владимир Парфенов, телеканал Твой.